Приветствую, дорогие! Я Элла из службы ритмов. Я не обращался к вам в последнее время, потому что, честно говоря, многие из вас были слишком серьезными. Что ж, пришло время немного расслабиться, посмеяться, и вернуть обратно часть вашей энергии, которая была блокирована вашей серьезностью, и посмотреть на вещи с другой точки зрения. Да, мы знаем, что вы немало горевали в последнее время. Часто, когда вы открываете для себя что-то новое, нужно какое-то время, чтобы вы свыклись с этим, чтобы новое нашло свое соответствие не столько в вашем разуме, сколько в вашем сердце. Вы были вовлечены в это с самого начала, однако сейчас у нас есть возможность продвинуть вас чуть дальше, чем когда-либо раньше. Знайте, что одна из самых важных вещей, с которой каждый из вас может начать работать прямо сейчас, это слияние с вашим Высшим Я. Из-за того, что вы живете на планете несовершенств, вы, как цельная и совершенная сущность, должны были разделиться на 11 лучей света. Представьте себе кристалл, на который падает луч белого света, и который дает на стенах причудливые радужные блики. С вами происходит то же самое. Для нас вы совершенные существа, мы видим вас как этот исходный луч белого света. Вы скрываете ваше совершенство с тем, чтобы играть в игру, притворяясь людьми. Вспомните это, потому что это очень важно. О да, мы знаем, большинство из вас думает, что это не совсем игра. Вам кажется, что все тут слишком серьезно, чтобы быть игрой, но просто подождите, пока вы попадете домой. Вот уж где вы будете неделями смеяться от того, какими серьезными вы были и какой серьезной представляли себе игру. Почему? Потому что смеяться невероятно прекрасно и таковы вы сами, когда вы возвращаетесь в эти прекрасные энергии во время смеха. Я даже собираюсь написать книгу, и она будет называться «Улыбайся на пути домой». Да, для многих из вас все действительно так и начинается, поэтому мы надеемся вы вспомните этот шаг вперед. Так что там по поводу несовершенства. Никто из вас не воспринимается несовершенным, как минимум в духовном аспекте. Конечно, когда вы смотритесь в зеркало, вы можете разглядеть в себе множество физических несовершенств. Когда вы смотритесь в него, иногда кажется, что вы куда хуже, чем думали. Но это всего лишь замутненное восприятие, дорогие, потому что каждый из вас несет отпечаток изначально совершенного высшего аспекта. Если вы начнете слияние с ним, вы сможете отпустить многие трехмерные реалии, которые удерживают вас ограниченными в этом полном трудности мире. Мы уже говорили вам, что в этом году будет четыре значимых волны энергии. Вы уже сполна ощутили три из них, и скоро вы начнете ощущать приближение последней из них. Каждая волна — это возможность вступить в свое высшее Я, слиться с ним. Если вы посмотрите на это с такой перспективы, а не как на волну, которая захлестнет и ошеломит вас, скоро вы будете серфить на этой волне, получая удовольствие и продвигаясь к новым уровням самого себя. Вы все вступили в Пятое измерение и теперь хорошо в нем укоренились. Проблема в том, что вы не поняли этого, из-за чего многие люди все еще пытаются использовать трехмерные правила, которые попросту уже не работают. Я не говорю об измерениях, на которые вы сами разделили себя, но о тех пространственных реалиях, которые все человечество имеет возможность разделять и жить. Обычно это занимает столетия, принять реальность новых пространственных измерений, но у вас все займет гораздо меньше времени из-за вашей истории. У вас есть решение. Возможно вы чувствуете сильное давление на планету прямо сейчас, ведь так много энергии схлестываются вместе, чтобы создать пространство для того, что грядет впереди. Да, многие люди реагируют непропорционально сильно и просто психуют, потому что не знают, что еще можно сделать. Помните, у вас есть ключ ко всему. Вы на самом деле впускаете в себя много этой беспокойной энергии, пропускаете ее через себя. Многие несут это напряжение внутри себя. Конечно, вы – человеческие существа, поэтому вы чувствуете разлад в энергетике и думаете, что тем или иным образом это ваша вина, что изъян где-то в вас. Это не так, дорогие, просто вы часть целого, и поэтому часто просто ощущаете изменившийся фон и принимаете это изменение за ваше внутреннее. А решение в том, чтобы, до того, как вы в очередной раз заполните своими мыслями обезьянах пространство, вы, прежде, нашли совершенство, следы себя совершенного в себе сущем. Вы не можете забыть или потерять это, хотя вы окружены очевидными для вас доказательствами вашего несовершенства. Знайте, что все это не имеет никакого значения, потому что истинное совершенство, независимо от ваших представлений о себе, содержится внутри вашего духа. Мы работаем над тем, чтобы донести это до людей. На протяжении следующих пары месяцев мы особенно хотим, чтобы вы почувствовали. С каждым вдохом, каждый раз, когда вы открываете глаза, увидите эту красоту, присмотритесь, чтобы понять, какие на самом деле энергии вас окружают. Вы можете провести эту внутреннюю работу, чтобы вспомнить, насколько совершенны вы есть на самом деле. А теперь я хотел бы поделиться с вами информацией о тех играх, которые готовы развернуться на игровой доске в эти переходные времена. Некоторые из величайших ангелов, из когда-либо живших, находятся сейчас в идеальном месте, чтобы эти изменения, переходы произошли гораздо легче. Мы очень горды за вас и ту работу, которую вы делаете. Знайте, что вы никогда не одиноки. Мы надеемся, что хоть иногда вы переставите быть серьезными и позволяете себе посмеяться, чтобы сделать свой и, возможно, чей-то еще день светлее. Поверьте, что вы любимы больше, чем это может выразить ваши земные языки. Откройте свое сердце и примите эту энергию прямо сейчас. Знайте, что я шлю ее вам через эти странные ритмы. Минус так это работает. Позже вы узнаете гораздо больше об этих ритмах и том, как их использовать. А сейчас улыбайтесь. Знайте, что вы всегда помните ваш путь домой, и что внутри вас всегда существует идеальное Высшее Я, которое вы сейчас должны выдвинуть на первый план. Время пришло, и в первую очередь, наслаждайтесь путешествием. С величайшей гордостью мы просим вас относиться друг к другу с уважением, поддерживать друг друга при любой возможности и слаженно играть в эту прекрасную игру. Эспава, дорогие! Я Элэ из службы ритмов. Элэ из службы ритмов.